Я думаю, что вот этот проект, который у кого-то был в головах ликвидации украинской государственности, он, в общем, потерпел крах. Я подозреваю, что сейчас у кого-то в голове родилось следующее представление. Те территории, которые включены в состав Российской Федерации по Конституции, они отойдут к Украине. Мне нужен здравомыслящий переговорщик, который возглавил бы уже новую Украину в новых границах. И таким новым лидерам Украины, как я думаю, хотят видеть Медведчука. Я хочу уточнить. Вы сказали, что эти земли отойдут Украине. То есть мы потеряем Донецк, Луганск, Херсонскую и Запорожскую. Нет, я оговорился. Эти земли отойдут России. Россия. А, ну это принципиальная вещь. Итак, еще раз. Эти земли отходят России навсегда, как и Крым. Забудьте, ребята, границы проведены, карты сделаны, мы не пересматриваем границы. Да, мы не пересматриваем границы, но мы не претендуем и на новые территории. То есть в юридических границах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Почему именно так? А с тем, чтобы защитить Крым. На всякие пожарные. Это первое. Второе. Мы переформатируем власть на Украине. Ставим пророссийского руководителя, который формирует команду. И это становится базой для переговорного процесса. А с тем, чтобы войти в новую реку, условно говоря, Медведчугу надо сделать какую-то серьезную заявку. Причем не на украинском уровне, а на международном уровне. И вот здесь он анализирует причины того, что же произошло после развала Советского Союза. И, как ни странно, мне этот анализ показался справедливым. Коротко, суть этого анализа состоит в следующем. Что вот с крушением Советского Союза, а может быть даже и раньше. Ну, возьмем так, Мальта. Мальта. Отправная точка. Декабрь 89-го года. Советский Союз дал все свои позиции. И закончилась Холодная война. Горбачев и компания, а затем Ельцин, Козырев и компания, посчитали, что окончание Холодной войны – это и есть заслуга нашей страны. Причем добровольная заслуга. Знаете, как раньше говорили, жест доброй воли. Мы вот, осознав всю бесперспективность нашего движения по пути социализма, строительства альтернативного социалистического лагеря, сами приняли для себя решение больше этот проект не продолжать. Снимать угрозу ядерной войны и идти, условно говоря, на поклон к Западу. То есть мы признали свой исторический проигрыш западной буржуазной цивилизации. Именно вот в таком ключе шли все переговоры, начиная с 1985-1986 года. Строительство общеевропейского дома, насчет ликвидации ядерных вооружений и т.д. и т.п. Вот в этой парадигме была выстроена вся внешнеполитическая концепция Советского Союза времен Горбачева-Шеварнатца. Мы сдавали раз за разом все свои позиции, причем нас никто к этому не принуждал. Я вот сейчас читаю, кстати, мемуары Положаченко, который был переводчиком у Горбачева и Шеварнатца. И вот там воочию видно настроение и Горбачева, и Шеварнатца, что они это делали добровольно. Более того, что они делали это вопреки, по сути дела, всему остальному руководству Советского Союза, членам Политбюро и значительной части наших дипработников и военных. Вот у них существовала такая иллюзия. Их просто как котят обвели вокруг пальца и все. Но когда сначала рухнул Варшавский договор, затем произошло объединение Германии, рухнуло Югославие и, наконец, рухнул Советский Союз, Запад посчитал это своей победой. Причем, я замечу, что вовсе не Буш. Буш-то как раз был политиком старой формации, он все прекрасно понимал. А вот новая администрация Клинтона, вот этого мальчика, который в большой политике-то, по сути дела, и не был никогда, и стал президентом США совершенно случайно. Потому что Буш, вообще-то, должен был переизбраться на второй срок. Но этого не произошло. Как это ни странно. И Клинтон, который в большой политике был, в общем-то, новичок, и никогда не имел отношения к большой дипломатии, он воспринял крах Советского Союза как победу Запада в холодной войне. И вот это вот представление, медаль даже была выпущена по этому поводу. И вот как только эта установка прозвучала из уст Билла Клинтона, ее тут же восприняли и в Европе. То есть все члены НАТО восприняли крах Советского Союза как победу в холодной войне. Об этом объявлено было на официальном уровне. А что делает победитель? А победитель в войне устанавливает свои правила игры. И побежденного за стол переговоров не приглашает. Они не играют, так сказать, одинаковыми картами, как было, например, после окончания Второй мировой войны. Там же как? Сели за стол Черчилль, Рузвельт и Сталин и установили новые правила игры, то, что мы называем Ялтинско-Потсдамской системой международных отношений. Теперь эта Ялтинско-Потсдамская система рухнула. А вместе с ней и Хельсинский заключительный акт о послевоенных границах в Европе. Он перестал существовать. А вместе с этими договоренностями, с этим заключительным актом рухнула и система международного права. Она уже тогда рухнула. Никакие договоренности уже не были, условно говоря, своеобразным рубильником. Стоп. Почему Запад стал расширяться на Восток-то? Мы победители. Мы делаем то, что считаем нужным. Для нас нету никаких норм международного права. А Россия, я имею в виду российское руководство, все не могло это никак понять. Они все время удивлялись. Ну как же? Мы же строим общеевропейский дом. Мы же хотим создать общую систему коллективной безопасности. А вы все приближаетесь к нашим границам. Инфраструктуру НАТО приближает к нашим границам. Но им говорят, да нет, нет, это не против вас. Помните, когда стали размещать первые системы противоракетной обороны на территории Польши у Румынии? Мы задаем сакраментальный вопрос. А зачем вы размещаете эти системы? А нам говорят, а это против Ирана. На территории Польши против Ирана. Замечательно. У вас же рядом есть соседняя Турция, которая является членом НАТО с 52-го года. Ну и разместите там на границе с Ираном вот эти системы противоракетной обороны. А они ведь эти системы, в зависимости от начинки, могут выполнять и ту, и другую роль. То есть быть и пусковыми установками, и системами ПРО. Понимаете? И когда наконец до нашего руководства дошло, что нас просто вводят за нос, Путин выступает со своей знаменитой Мюнхенской речью в 2007 году. Это был первый звоночек. И вот здесь Запад на нас ополчился. Говорит, как это так? Полуколониальная страна, которая превратилась в сырьевой предаток Запада, что-то там смеет вякать. Я вас уверяю, что вот эти все события, которые произошли за последние там, условно говоря, 10 лет, они бы произошли бы раньше, лет на 5-8, если бы не мировой экономический кризис. Просто тогда, в 2008 году, Западный мир столкнулся с очередной Великой депрессией. Им было уже не до внешнеполитических вывертов. Им надо было спасать собственные экономики, которые, собственно говоря, держались на вот той самой лживой финансовой системе, которая выстраивалась все послевоенные годы. Помните, крах всех этих девелоперских компаний, банков и т.д. и т.п. Чудо, по сути дела, спасло Запад от этой катастрофы. Ну и как только в 2010-2011 году они более-менее очухались, они приступили к новому штурму. И здесь, как раз, им подвернулась под руку Украина. То, что они Украину всегда рассматривали как плацдарм для дальнейшего давления на Россию, но это было очевидно совершенно, когда они привели еще к власти Ющенко. Они же не просто устроили тогда цирк с этими президентскими выборами, с третьим туром. С третьим туром, да. Ну так, понимаете, это была первая проба пера. Потом, когда все-таки Ющенко не оправдал их надежд, они вынуждены были временно отступить. Я думаю, что там даже вот эта вот ситуация с заигрыванием с правым сектором, даже не с правым сектором, а с партией, тягни в бок, она была подсказана именно американскими кураторами. То есть ему было сказано так, слушай, давай, что вы там гнобите эти партии, значит, БНДРовцев этих. Они, ребята-то, в общем-то, маргинальные, никто их это, за них не проголосует, даже на Западной Украине. Давай мы сейчас лидера этой партии раскрутим и сделаем его твоим конкурентом, чтобы ты стопроцентно выиграл выборы. Вот они и стали делать из этой публики, ну, по сути дела, вторую там политическую силу, которая на будущих выборах, а выборы там должны были состояться, если мне не изменяет память, в 15-м году. И Ющенко, прошу прощения, и, значит, Янукович на эту утку купился. Просто в 13-м году у них произошел фальстарт. Фальстарт, связанный с тем, что правительство Азарова отказалось подписывать те бумаги о вхождении в единое экономическое пространство со странами Запада, с Евросоюзом, которые бил прежде всего по украинской экономике. Потому что, согласно этому положению, мы должны были разорвать все свои экономические связи с Россией, Азаров, как опытный управленец и хозяйственник, он прекрасно понимал, что львиная доля товаров, украинских товаров, она шла прежде всего на российский рынок. И плюс он прекрасно понимал, что для того, чтобы замещать российский рынок, нужен европейский рынок, а без сертификации украинских товаров, украинские товары на европейский рынок вообще бы не пустили. Даже сельскохозяйственное производство, там были установлены очень жесткие квоты, которые никак не могли устроить Украину. Поэтому он спрыгнул, естественным образом. Поэтому он, в общем-то, Янукович и поставил перед фактом, что мы подписывать это соглашение не можем. И как только на самом метефиннисе, по-моему, Янукович заявил Меркель о том, что мы, то есть Украина, откладывает пока подписание этих соглашений, это был дан старт вот тем событиям на Майдане, которые начались поздней осенью 2013 года. А там уже логика самого этого Майдана была не подвластна ни тем, кто его затеял, ни противной стороне. Там уже, знаете, все события покатились, как снежный ком. Ну, их надо было только правильно направить. Ну, для этой цели в Киеве и побывали и госпожа Ноланд, и, значит, эти французы, поляки и немцы, и т.д. и т.п. Ну, вот и все. Я не сомневаюсь, что на ружьях и пушках можно Медведчука сделать царем сия Украины, но он суток не продержится. Его просто убьют. Такие партизаны. Понятно, что мир, который такой ценой, он недолговечен. Нет, нет, я думаю, что нет. Тут дело ведь в том, что вы думаете, что у Зеленского там огромная какая-то поддержка внутри общества, или вокруг него ходят люди, которые его безмерно любят и уважают? Наоборот, я исхожу из сегодняшнего интервью этого парня, ихнего министра обороны, Резников его фамилия, Резников, да. Как только жена, я просто по часам посмотрю, как только жена Зеленского в Швейцарии заявила, что по ее мнению в письме, которое он товарищу Си обращается, он Зеленский, есть предложение о мире, через 2 часа 45 минут появляется короткое интервью подлинного хозяина Украины, генерала Резникова, министра обороны, который говорит, да, мир возможен, вы нам отдайте Крым, Донбасс-Луганск, Херсон-Запорожье, все, уходите, ну понятно, да, на три буквы отсюда, и тогда, возможно, мы сядем с вами о чем-нибудь поговорим, и так далее. Это прямой ответ Зеленскому. Но дело в том, что вот это вот предложение, оно совершенно неприемлемо для Москвы, не под каким словом. Да это понятно, кто же отдаст Крым, тем более. Причем, заметьте, не только Путину. Не надо думать, что Путин уйдет, и кто-то, который придет к нему на смену, пойдет на эти соглашения. Всему политическому эстаблишменту, ну слово эстаблишмент, я, конечно, беру в кавычки, в жирное, неприемлемы, в принципе, эти условия, потому что это означает, что Россия больше не существует. Абсолютно верно. Это не тупиковые ситуации, так получается. Или вот есть такое предложение, интересное, по варианту Гонконга, объявить, что через сто лет вернемся к рассмотрению этого вопроса, чьи земли, чтобы все поколения людей спокойно жили, их никто не обстреливал, ни в Донецке, ни в Луганске. Дети уже рождаются, другое поколение решают, с кем они, с Киевом или с Москвой. И через сто лет, как когда-то предлагала Гидар Алиевичу Тетчер Алиеву в Лондоне, пусть ваши дети, ученики, решают про Скоробаха через сто лет, а вы оставьте все как есть. Это не та ситуация, понимаете, подобного рода замороженные конфликты, они пригодны, например, для Кореи. Или, например, для Сербии и Косово, условно говоря. Но не для России. Здесь либо пан, либо пропал. Это ж надо совершенно очевидно понимать, что при таком разрешении конфликта, слово «разрешение», я, конечно, беру в кавычки, Украина будет активно, еще более активно накачиваться вооружениями, будет создаваться совершенно иного порядка вооруженной силы. Украина тут же будет принята в НАТО. Тут же. Даже ни у кого не будут спрашивать формального разрешения, как вот, например, сейчас с финнами и шведами, значит, кочевряжатся там Турцией, выторговывают себе очередные эти пирожки, понимаете? Вот. Потому что это будет прямой зонтик для Украины. В Москве будет сказано, хоть один солдат пересечет границу, и вы получите коллективный ответ коллективного НАТО. Понимаете? Вот в чем дело. Запад ведь не дураки. Вы же поймите, они же прекрасно понимают, что они ввязаться в войну с Россией, сами, серьезно ввязаться в войну с Россией, не будут. Так что ситуация безнадежна, Евгений Юрьевич? До победного конца, когда конец никто не знает, свет в конце туннеля не виден? Ой, мне трудно сказать. Я не могу комментировать боевые действия, поскольку я вообще не являюсь специалистом в этой теме. Понимаю. Но чисто вот эмоционально, если так, а действительно, как мы можем отдать границы, у нас даже некоторые депутаты две недели назад думали, что граница проходит там, где сегодня линии соприкосновения, Херсонской и Запорожской областей, включенных в Россию. Нет, карта России, старые советские границы, все точка. Наша территория, мы за нее будем биться. Но это биться можно очень долго, а потом, когда будет победа, начнутся обстрелы, как было с 2014 года, Донецкой и Луганской. Киев не успокоит, никакой Медведчук не удержит ни партизанщину, ни бандеровщину. Наоборот, они сплотились, это же видно, единство нации потрясающее. Я поразился и встречал этих людей. Хохлы едут воевать туда, из Канады, причем дед один приехал 62 года. Из Канады. Из Таро. Ну, это в любом обществе всегда есть процент населения, обычно он невысок, до 5 процентов, которые вот подобным образом как бы готовы защищать все и все. А вот скажите мне, как историк, сколько русских детей, вот дети первой эмиграции, волны, с Эзенхауэром, под его командованием, в Нормандии высадились, в 44-м. Дело в том, что это может быть абсолютно никакой не патриотизм, условно говоря. Просто люди пошли в американскую армию, чтобы элементарно выжить, чтобы элементарно существовать там в Америке. У них всегда была наемная армия. И поэтому они, как военнослужащие американской армии, оказались в составе экспедиционного корпуса. Тут тоже не надо думать, что ими руководили какие-то высокие материи. Вполне возможно, да, там все-таки осела, ну, не сказать, что значительная часть эмиграции, но какая-то часть русской эмиграции осела в Америке. Ну, далеко за примерами ходить не надо. Там в свое время осел и Керенский, и тот же Деникин. Правда, это случилось как раз в преддверии, или в начале самой войны, когда тот же Антон Иванович Деникин, он же был похоронен именно на территории Соединенных Штатов. Да и Керенский долгие годы жил на территории США, это он под конец жизни перебрался уже на территорию Великобритании. Так что вполне возможно. Вы знаете, дело в том, что никто бы не дал бы отмашку публиковать статью Медведчука в «Известиях», если бы это не был один из планов самого Кремля. Конечно. Ну вот так надо тогда понимать, что существует, и существует несколько вариантов дальнейшего развития событий. Это была такая, знаете, это был вброс, такая заявка. Посмотреть, как на эту статью отреагируют и на Западе, и на Украине, и у нас в России. Но что-то ее обсуждает как-то хилимко, понимаете, что-то она не зашла, условно говоря. По крайней мере, у нас вот в информационном пространстве в России, о ней лишь вчера, по-моему, Соловьев упомянул и сказал о том, что это серьезная заявка и т.д. Но обсуждения этой статьи у самого Соловьева по сути дела не было. Понимаете? То есть вы оцениваете войну как неизбежность. Вот то, что сейчас происходит, это историческая неизбежность. Я правильно понимаю? Это историческая неизбежность, да. Понимаете? Просто сейчас существует на Западе стойкое представление о том, что они смогут победить Россию без применения ядерного оружия. Но когда дойдет до определенной черты, вот до красной, реально до красной черты, когда уже встанет вопрос, кто кого, то я думаю, что они, это знаете, когда самолеты идут на таран друг друга, да, вот, кто-нибудь обязательно отвернет, нервы сдадут. Так и здесь. Это вот идет, на самом деле, игра нервов. кто окажется более вынослив и более решителем в отставе. Ведь поймите, в конце концов, если американцы сдадут Украину, они по большому счету ничего не теряют. Понимаете? Украина не находится на границах с Соединенными Штатами. Самим Соединенным Штатам ничего не грозит. Это была попытка, но неудачно, ничего страшного. Мы передохнем, так сказать, отдышимся и начнем заново. Тем более, что у нас есть рядом с границами России Прибалтика. Так ее так же не жалко, как и Украина. Понимаете? Вот, кстати, эту ситуацию, видимо, прочувствовали очень серьезно в Тбилиси. Вы посмотрите, как себя ведут аккуратно грузины. Они чуть ли не дружат с нами и никак не реагируют, в том числе, на санкции, не делают никаких резких выпадов против России и так далее. Потому что, если бы там был Саакашвили, он сейчас бы стал бы играть в эту игру. И что бы они получили? Понимаете? Поэтому никто не хочет сгореть в этом пожаре ядерной войны и поступать, например, как поступают те же Прибалты и Поляки. Они же провоцируют. Но вы же допускаете мысль, что будет именно ядерный удар и назначение Герасимова и Суровикин генерал-армей зам, и два генерал-полковника, и как бы Пригожин в сторону отходят со своими отрядами и Кадыров. Все-таки военно. А Герасимов один из тех, кто голосует на ядерный удар. Его третий голос, их три. Президент, министр обороны, начальник генштаба. И вот многие думают, что, наверное, все-таки мы тоже допускаем мысль этого именно ядерного удара. Пусть не большими ракетами, не очень большими, но именно ядерную бомбардировку украинских земель. Вы допускаете эту мысль? Нет, 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 нет. Украины нет. Слушайте, это надо быть умалишенным, чтобы бомбить ту территорию, на которую ты претендуешь. Что ты потом будешь делать? Земли заражены будут, да, и все это в грунтовые воды уходят, и к нам тоже. Причем, это не просто какие-то земли. Знаете, это не степи Казахстана, где можно строить Палатинский полигон. Это черноземы. Это черноземы. Причем, это густонаселенная территория. Но вот Песков сегодня сказал то же самое, а Медведев сегодня утром, Песков же Медведеву отвечал, у нас опять такая полемика, ну это мягко говоря, идет о Медведеве, как я понимаю из его слов в интернете, он наоборот склоняется к тому, что если мы не ударим первые, то вторыми мы уже точно не ударим. Слушайте, ну дело в том, что мне кажется, что Дмитрию Анатольевичу вообще-то закусывать надо, это первое. И второе, он значит, это как хочет быть святее Папы Римского. То есть каталистии самого понтифика. То же самое и здесь. Когда он сдавал, например, наши национальные интересы тем же норвежцам, или когда он сдавал того же Каддафи, понимаете, когда мы промолчали во время голосования в ООН по поводу закрытия неба, почему свергли Каддафи? А потому, что была принята резолюция ООН о закрытии неба. То есть, по сути дела, понятно, да, американская и французская авиация получила полный карбланш бомбить ливийские города и ливийские вооруженные силы. Поэтому, собственно говоря, Каддафи и продул. Если бы этого не было, Каддафи устоял. Его бы не взяли измором. Там были довольно мощные вооруженные силы, которые вполне были в состоянии мятежнику противостоять. А сейчас он стал ...